Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу вам свою Венецию. Я посещаю Венецию, мне кажется, не так, как это делают большинство туристов, в том числе и потому, что все-таки я живу рядом с Венецией. Мне на поезде меньше 30 минут добираться, и я могу позволить себе то, о чем сегодня вам расскажу. Многие стремятся на Сан-Марко, что совершенно справедливо. Сан-Марко – это одна из самых красивых площадей в мире, не только в Венеции. Кстати, Сан-Марко – это единственная площадь, которая в Венеции называется площадью. Все остальное называется Кампо и является ничем иным, как Кампо. Тем не менее, пиаца – это только площадь Сан-Марко. Удивительно, но факт, но венецианцы, когда говорят «встречаемся на площади», имеют в виду только и исключительно площадь Сан-Марко. Многие удивляются, как мне удается заснять Венецию, сейчас открытую для туризма, такой безлюдной. Могу сказать вам, что если выйдя с ЖД вокзала, вы не пойдете туда, куда идет основная масса людей, это слегка левее, а пересечете мост. Поднимитесь, посмотрите на красивую панораму Большого канала и спустившись, пойдете прямо, то вы увидите Венецию такой, какой вижу ее я. Кстати, она немногим нравится. Действительно, Венеция часто дает удручающее впечатление – это обшарпанные стены, нуждающиеся в ремонте. Это очень часто некрасивые надписи. Кстати, то, чего вы не почувствуете в Венеции, так это нехороший запах. Очень многих он пугает. Очень многие, кстати, боятся также и крыс. Но могу сказать, что крыс я не видела вообще никогда неприятный запах, в особенности запах мусора и канализации, которого боятся очень многие туристы, ни разу не побывавшие в Венеции. Это то, что я также не ощущала ни разу. Бывают неприятные запахи, когда очень жарко и вода действительно испаряется с большей скоростью. Но этот запах, привычен мне как человеку, выросшему на Сахалине, это прежде всего йодовый запах, характерный и не всем приятный, но исходящий именно от водорослей и уж никак не из канализации листочных вод. Вас удивят очень узкие улицы венецианские. На самом деле, когда вы двигаетесь по улицам, стараетесь смотреть наверх, вы увидите очень красивые фасады зданий, которые на самом деле на высоте 2 метра и выше гораздо лучше сохраняются. И это связано, безусловно, с частой высокой водой, которая абсолютно нормальна для Венеции и не является бедствием. Более того, высокая вода – это то, что чистит город и позволяет в том числе различным паразитам и грызунам жить и размножаться в этом городе с наименьшим комфортным. Так вот, высокая вода и также большое количество туристов, которые нет-нет, да поцарапают стену, приводит к тому, что на уровне 2 метров действительно здания выглядят очень удручающе и печально. И стоит только поднять глаза, вы увидите ту красоту, которая очаровывает весь мир, красота Венеции. Не бойтесь потеряться и заблудиться в Венеции. Поверьте мне, она не такая большая, как кажется, и не настолько хаотичны улочки венецианские, какими, возможно, они кажутся, когда мы смотрим на карту, либо когда мы по ним движемся. Рано или поздно вы придете к основной цели всех, кто приезжает в Венецию – это площадь Сан-Марко. На самом деле, все улочки Венеции так или иначе ведут к Сан-Марко. И на самом деле, если вы будете добираться до основной достопримечательности Венеции, а именно площади Сан-Марко, 3 или даже 4 часа, считайте, что вам очень повезло. Считайте, что вы увидели Венецию такой, какой ее многим не удается увидеть. И, скорее всего, в этом случае Венеция действительно вас очарует. Если вы пойдете так называемым туристическим маршрутом по указателям, которые любезно развешаны властями города, чтобы туристы все-таки как можно быстрее добирались до основной своей цели, вы, скорее всего, увидите не только Венецию, а чаще всего спины идущих перед вами людей, либо спину одного идущего перед вами человека. Венецианские улочки в определенных местах очень узкие, и там трудно разминуться двум людям, идущим навстречу. Когда вы поняли, что вам очень повезло и вы заблудились, выходите при первой же возможности к большой воде. Вдоль Большого канала не удастся прогуляться, нет набережной вдоль Большого канала, но именно вдоль Большого канала построено большинство красивых и украшающих зданий Венеции. И в тех или иных точках, когда вы сможете выйти к Большому каналу, вы сможете насладиться грандиозной, красивой архитектурой Венеции. Если вы последуете моему совету, и если вам действительно повезет потеряться в Венеции, вы удивитесь, насколько тихий этот город. Он очень шумный, там, где много людей, он может даже оглушать. Многоязыковой шум и гул действительно может отвлекать от самой Венеции, но Венеция может быть очень тихой, очень скромной. Мне почему-то кажется, что если многие попадут в те места, которые я вам сейчас показываю, они скорее расстроятся от того, что пропустили что-то действительно важное и красивое. Спешу вас заверить, что попасть в венецианские музеи, в красивые, знаменитые на весь мир венецианские церкви, это не так просто, как кажется. Все работает по расписанию. Очень часто необходимо отстоять длинную, часовую, либо даже большую очередь. Поэтому только за вами выбирать, как вы проведете свой день в Венеции. Действительно, некоторые красоты, спрятанные в музеях, и некоторые церкви, закрытые для свободного посещения, достойны того, чтобы ожидать несколько часов входа в тот или иной музей под открытым небом. Но в таком случае вам нужно хорошо подготовиться к поездке в Венеции, точно знать, куда вы хотите пасть, куда вы пойдете и что вы хотите посмотреть. Но здесь необходимо учитывать так называемые венецианские риски, а именно риск заблудиться. Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали. Если все-таки вы заблудитесь, поверьте мне, вам очень повезло. Вы увидите Венецию такой, которой ее мало кто из туристов может наблюдать. И вот то, о чем я говорила. Из какой-то очень узкой улочки я выхожу при первой возможности к большому каналу. Большой канал украшают потрясающе красивые здания. Их фасады каждый можно разглядывать часами. Не отказывайте себе в удовольствии посидеть на парапетах, ступенях венецианских, либо даже вот так прилечь прямо на набережной, если позволяет погода. Это особенное удовольствие, которое могут себе позволить, конечно же, исключительно туристы. Кстати, посидеть и уж тем более полежать там, где это можно, на наш взгляд, сделать. В большинстве случаев все-таки запрещено. Есть специальные люди, которые об этом предупреждают, которые просят подняться в случае, если вы сели там, где садиться нельзя. Чаще всего это правило можно воочию увидеть и наблюдать именно на площади Сан-Марко. За такое туристическое поведение, за такую туристическую вольность предусмотрен штраф. И несмотря на то, что в городе достаточное количество сотрудников муниципальной полиции, все-таки штрафы не выписываются никогда. Но замечания делаются. Кстати, туристы часто не понимают, что от них хотят. И, соответственно, подобные замечания не соблюдают. Ну что ж, мои прекрасные зрители, в заключении этого видео мне хочется сказать, что Венеция, безусловно, каждому из нас явит свой индивидуальный лик. Венеция многолика. Именно этим она и прекрасна. Для кого-то она будет шикарной, шумной и даже вульгарной. Кому-то она предстанет очень бедной, обшарпанной, заслуживающей даже жалости. Потому что, действительно, очень многие фасады нуждаются в ремонте. Но, тем не менее, Венеция – это город, который способен очаровать каждого, если мы позволим Венеции это сделать. На этом я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.